МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 2020-й юбилейный год для открытого акционерного общества Гомельский химический завод. В последние дни года предприятию исполняется 55 лет. Руководитель завода Дмитрий Владимирович Черняков вспоминает, кажется, еще совсем недавно отмечали 50-летие предприятия. И тогда, казалось, коллектив подошел к полувековому рубежу с хорошими итогами в работе, высокими показателями. Но прошло 5 лет, и вместе с подведением итогов пятилетки в стране подытоживают свою работу и гомельские химзаводчане. Самое приятное для них – осознание, что коллектив не остановился на достигнутом и за последние 5 лет сумел сделать настоящий прорыв в производстве. Дмитрий Черняков считает, такая слаженная и продуктивная работа его сотрудников достойна уважения и похвал. Сам же директор химзавода по итогам работы в 2019 году решением Гомельского облсполкома признан Человеком года Гомельщины. Дмитрий Владимирович Черняков одержал победу в номинации «Руководитель». 24-е годы тому он почал свой проценный шлях на Гомельском химзаводе слесаром-рамотником, а про 17 годов узнавшали у предприемства. О том, как под руководством Дмитрия Чернякова Гомельскому химическому заводу удалось перевыполнить план за пятилетку по двум основным показателям, сделав даже больше, чем было поручено предприятиям на 5-м Всебелорусском народном собрании, далее в программе. Если говорить о биографии своей, да, ну, может, она не такая уж и широкая, да, все гораздо очень просто, географически абсолютно просто, потому что родился, вырос, учился и даже служил не то что в Гомеле, еще и в Советском районе города Гомеля, и работаю в Советском районе города Гомеля. И еще ровесник Советского района. Все вот так вот получается. Вот так четко и на позитиве Дмитрий Черняков дал нам понять, что он истинный патриот своей малой родины. И не только. Как выяснилось позже, наш герой однолюб и в плане места работы. В его трудовой книжке всего одна запись, принят на работу на Гомельский химический завод. Ну, а первому рабочему месту предшествовала, конечно же, учеба. После окончания десяти классов Дмитрий Черняков поступил в Гомельский политехнический институт на специальность промышленная теплоэнергетика. На химзавод будущий инженер промтеплоэнергетик Черняков попал еще будучи студентом третьего курса. Проходил практику на теплоэлектростанции. Чуть позже профессиональную судьбу нашего героя определил случайный телефонный звонок. Звонок. Я там особо гор золотых не предлагаю и даже должности не предложу. Тебе это Борис Бронславич Шакль был начальником цеха. Ну вот, если хочешь, приходи с лесарем. И я вот что-то так вот, а пойду. И пошел. Первое место работы было уже знакомо. Теплоэлектростанция, на которой проходил практику. Здесь с лесарем-ремонтником Дмитрий Черняков проработал год. В памяти осталось много интересных моментов. После года работы на теплоэлектростанции наш герой отправился в армию. После службы снова вернулся на прежнее место работы. Чуть позже, на протяжении года, Дмитрий Черняков трудился инженером-технологом. Затем начальником теплоэлектростанции, начальником цеха. Потом резкий какой-то получился поворот. Меня назначили, меня технаря, скажем так, больше привыкшему к гайкам, к механизмам, к задвижкам, к котлам. И вот меня в завод управления пригласили Иван Игнатьевич Антохов, директором был в то время, и сказал, что есть решение, есть мнение назначить тебя заместителем директора по идеологической работе и кадрам. Настолько новым оказалось это направление в работе, что поначалу Дмитрий Черняков подумывал даже отказаться от предлагаемой должности. Но самоотвод не приняли, и через неделю наш герой приступил к выполнению обязанностей в новой должности. Как раз в это время выходит разгромная статья в газете о плохо налаженной идеологической работе на предприятии. Как раз была такая компания, достаточно серьезная, это директива президента номер один, мы ее притворяли в жизнь. Она была на слуху, было очень много мероприятий разработано. Борьба с пьянством, борьба тогда. Это сейчас как бы, особенно вот с высоты пройденных, прожитых, проработанных лет уже понимаешь, что это какая-то дикость, чтобы кто-то на заводе выпивал. Было такое, что идешь, выбираешь абсолютно любое подразделение, и обязательно находилось один-два человека, которые как-то умудрялись проносить и выпивать, и не боялись, не дорожили работой. Работа закипела, и уже в 2004 году химзавод занял первое место в смотре конкурса на организацию лучшей идеологической работы в районе. Понимая, что работа с людьми требует особого внимания, Дмитрий Черняков в те годы много работал над собой. Закончил Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины, институт повышения квалификации и переподготовки кадров, получил квалификацию экономист. После более чем пятилетней работы в качестве идеолога Дмитрия Чернякова ждал новый поворот. Ему предложили должность главного инженера. В ней Дмитрий Владимирович проработал около шести лет. Следующая ступень карьерного роста – должность директора предприятия. Помогла предыдущая работа и опыт, который был накоплен, общение с людьми, когда ты приходишь в бригаду, расписываешь задания, общаешься с простыми людьми. Где-то надо что-то сделать, сделать через «не могу». И только когда тебе доверяют люди, когда ты доверяешь людям, когда ты их не подводишь, когда они тебя не подводят, тогда создается такая хорошая спайка. Весь трудовой путь Дмитрия Чернякова проходит на Гомельском химическом заводе. Поэтому в должности директора предприятия освоиться было несложно. Помогло знание процессов работы с технической точки зрения. Как нельзя кстати, пришлось экономическое образование. Пригодилась и осведомленность в юридических вопросах, накопленная за время работы председателем наблюдательного совета. Да и предыдущий директор завода создал четкую, понятную, абсолютно работоспособную систему работы. Дмитрий Владимирович понимал, главное сохранить то, что уже существует. И, конечно же, наращивать объемы и качество выпускаемой продукции. Главный принцип в работе – ты должен показывать пример. Если в субботу не будешь приходить на работу, никто не придет на субботу. Если не будешь делать прививку, это и так, знаете, никто не будет делать прививку. То есть будешь ходить в столовую вместе, в зал вместе кушать со всеми, соответственно, будет и подстегивать, это будет подстегивать и поваров, готовить для всех одинаково, для всех качественно. Гомельский химзавод – валоемкое предприятие, на которое ежегодно поступает миллион тонн сырья, и столько же здесь отгружают готовые продукции. Для поддержания такой планки имеется все необходимое. На заводе есть развитый подвижной состав, собственный железнодорожный цех, локомотивы, парк вагонов. Сегодняшнему потребителю, особенно зарубежному, нужна красивая упаковка, нужна качественная упаковка. Вот в основном продукцию отгружаем в так называемых биг-бегах, то есть контейнера по 500 килограмм, и для этого нужны установки. У нас много установок подобных вот этой. На предприятии прекрасно понимают, только в результате постоянной модернизации можно не только быть на плаву, но и выпускать конкурентно способную продукцию. На химзаводе ежегодно разрабатывается программа инвестирования. Немалые средства вкладываются в реконструкцию и строительство новых объектов. В среднем ежегодный объем инвестирования составляет порядка 15 миллионов долларов. Мы сейчас находимся, скажем так, на площадке будущего склада, готовой продукции. Он крайне важен и нужен для нашего завода. Этот склад будет вмещать в себя, или способен вместить в себя более 25 тысяч тонн готового продукта. И для нашей области, Гомельской, и для всех аграриев он важен тем, что мы сможем здесь накапливать готовую продукцию под сезон. Дмитрий Черняков, как руководитель, понимает, остановившись хотя бы на день или даже на мгновение, заводу не удастся удержать ту планку, которую он установил. Поэтому на предприятии работают ежедневно, производя свой основной продукт. Это прежде всего фосфорные минеральные удобрения, азотно-фосфорные калийные удобрения, всевозможные соли. Если в 2015 году производили 15 тысяч тонн продукции, в 2018-м 900 тысяч, то сегодня 960. И в планах до 2025 года при любом раскладе выйти на миллион 250. В 2025-м, в 2028-м, а в целом у нас уже стратегия разработана аж до 2030 года. Все это делается для обеспечения в первую очередь производственной безопасности Беларуси, а также наращивания экспортного потенциала страны. К слову, по итогам 2019 года Гомельский химический завод признан лучшим экспортером Беларуси в нефтехимической отрасли. Объем экспорта составил рекордные 205 миллионов долларов. По итогам 2020 года показатель внешней торговли находится на уровне 210 миллионов долларов. Для чего мы это все делаем? Конечно же, в приоритете наши работники у нас работают порядка двух тысяч химзаводчан, плюс еще два аутсорсинговых предприятия, в которых мы являемся учредителями. Труд химика непростой. Руководство предприятия это понимает и поэтому делает все возможное, чтобы люди были заинтересованы в работе именно на этом заводе. Здесь достойная зарплата и соцпакет. Работает комбинат общественного питания, три вида добровольного страхования. Завод имеет лицензию на медицинскую деятельность по самым разным направлениям. Химзаводчане в любых жизненных ситуациях в радости и в горести находят на предприятии моральную и материальную поддержку. Большое внимание уделяется условиям труда и отдыха работников. Мы поставили задачу на протяжении 18-19-20-го года провести ремонт и создать нормальные условия для всех наших работников. На заводе любят спорт и сами создают условия для занятий. К слову, этот зал превратился в спортивный из кинозала, существовавшего здесь на протяжении многих лет. Есть возможность заниматься волейболом, бадминтоном. Вот-вот начнет работать тренажерные и бильярдные залы. Заводчане являются постоянными участниками круглогодичной спартакиады, которую проводит администрация советского района Гомеля. В спартакиаде руководителей всегда участвует и Дмитрий Владимирович Черняков. Я лично занимаюсь бадминтоном уже не один год. Мне нравится этот подвижный вид спорта. Здесь помимо физической нагрузки нужно еще думать головой. Поэтому я, в принципе, нашел свое. Сегодня химзаводчане дорожат своей работой. В свою очередь руководство тоже ценит своих работников, понимая уникальность многих специалистов, которых невозможно пригласить откуда-то на работу. Их нужно самостоятельно выращивать на своем предприятии. Причем на протяжении не одного года. Какое-то братство, оно передается из поколения в поколение. И на сегодняшний день я тоже хочу сказать или похвалиться тем, что оно сохранилось. У нас один за всех и все за одного. Возможно, именно в этом и кроется сила Гомельского химического завода. Он неоднократно становился лучшим предприятием в городе, районе, области. Заносился на городскую и областную доски почета. Становился лучшим в белорусском государственном концерне по нефти и химии. Планка высока. И никто из химзаводчан не собирается ее снижать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин